Давно ты же его сломала, да? Уже неделю-две ты ходишь так? Да, я... Ну, только столько с тобой сделали, наверное, неделю, может, полтора проходила. Это когда... А, когда мы переезжали, еще, я тогда его сломала. Так, не надоел тебе этот дизайн? Вообще, ни капельки. Мне кажется, с блестяшками могу просто вечно ходить. Однотонные, они как-то надоедают. А если блестяшки, вообще не надоедают. Девушка одна в комментариях спрашивала, удобно ли тебе с такой длиной жить, ходить, что-то делать вообще? Более очень удобно. Мне кажется, с короткими будет неудобно как раз таки. Длинными поковырять, это что-то можно? Да-да-да. Привет, девчонки! Меня зовут Инна. Будем сегодня переделывать ногти Ангелине. Ангелина – это моя старшая дочь. Делали мы с вами это покрытие вместе. Покрытие примерно полтора месяца. Два ногтя она потеряла. Будем их сегодня наращивать. Кукурузой керамической снимаю старое покрытие на максимальных оборотах моего аппарата. Длину немного уберем. Примерно настолько, насколько они у нее отросли. Форма ногтей – это ей нравится. Менять пока она не хочет ни на какую другую. У кутикулы и боковых валиков были небольшие отслойки на всех ногтях. Опиливаю свободной короткой. Скругляю углы, чтобы было удобнее подставить форму. Наращивать буду на нижние формы. Формы нижние покупала на Алиэкспресс, наверное, уже несколько месяцев назад. И они у меня лежат. Я еще их ни на ком не пробовала. Сегодня первый раз попробую. Опиливаю поверхность. И здесь тоже на большом. Совсем чуть-чуть. Там у нее гипонихий. Было ей неприятно. Поэтому я старалась аккуратно. Апельсиновая палочка. Отодвигаю кутикулу. Подготавливаю ногти к наращиванию. Пламенем с синей насечкой прочищаю птеригий. И приподниму чуть-чуть кутикулу. Срезать кутикулу не буду. Срежем ее уже после того, как сделаю наращивание. И уже тогда на всех ногтях и этих в том числе срежу ее. Обезжириваю. Убираю опил. Наношу праймер бескислотный. Даю ему высохнуть. Он сохнет на воздухе. Наношу каучуковую базу тонким слоем. Отправляю в лампу на 30 секунд. Подставила форму. И выкладываю подложку прозрачным гелем. Сначала я взяла гель, который мне присылала моя подписчица Оля. Потом поменяю его на венолису. Этот гель гуще. И мне было работать им сложнее венолисой. Мне работать удобнее. Она не такая густая по консистенции. Длину делаю с запасом подложки. Потому что потом буду опиливать. На 30 секунде поджимаю немного ноготь, чтобы он не был плоским. Не стала показывать, как мы опиливали подложку. У меня видео не обучающего характера. Я просто показываю, как я делаю. Поэтому научить я вас ничему не могу. Поэтому упустила этот этап. Подложку мы обезжирили, опилили. И теперь достраиваю архитектуру. Достраивать буду в две капли. Потому что ногти длинные. С первого раза у меня не получилось выложить нужную высоту. Гель венолиса не печет в лампе. А вот тот гель Фэнк Шэнг Мэй. Он ей в лампе припекал. Один ноготь мы сделали тем гелем. В лампе он пек. Она вынимала руку из лампы. Не дико. Но тепловой эффект ощущался. Сняли липкий слой. Опиливаю. Придаю форму ногтям. Поверхность тоже так же опиливаю. Потому что ровно выложить идеально. Так, чтобы не опиливать у меня пока не получается. Перчатка у меня порвалась. Позже я заменю ее. Возьму новую. Апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу и буду уже кутикулу. Птериги вычищать на всех ногтях и срезать кутикулу. Той же фрезой пламени прохожу сначала по одной половине. Потом переключаю вращение фрезы. Обрабатываю вторую половину. Этой же фрезой убираю сухость на боковых валиках. Где там есть грубые участки кожи. Этой же фрезой приподнимаю и выворачиваю кутикулу. Кутикула у нее особо не нарастает. Я вот когда выворачиваю, там ее совсем чуть-чуть выворачивается. И сегодня я решила попробовать кутикулу срезать, присыпав ее кутикулу присыпкой детской. Взяла шар с синей насечкой. Фрезы к мисс продолжаю тестировать. И срезаю кутикулу. Она часто у меня сама себе срезает кутикулу кусачками. Сегодня мы никуда не спешили, поэтому делала срез я. Когда она спешит, ей нужно бежать, тогда она делает сама срез. Отправила я ее помыть руки с мылом, чтобы смыть опил и тальк. Нанесли тот же праймер бескислотный и наношу ту же базу каучуковую тонким слоем. Будем делать укрепление на всех оставшихся ногтях, потому что хоть мы убрали с ней немного длину, ногти все равно длинные. Нужно их укрепить. Тонкой кистью подвожу ближе к кутикуле и боковым валиком выравниваю кантик. Аперсиновой палочкой отодвигаю кутикулу перед нанесением геля. Гель у меня из флакона прозрачный. Уршугар с Алиэкспресс. Наношу его сначала тонким промазывающим слоем, а потом так же как базой делаю выравнивание. Этот гель тоже в лампе печет. Руку она у меня из лампы вынимала, переворачивала ладонью вверх. Я уже делала ей укрепление таким гелем. Уршугар только другим. У меня их несколько. И камуфлирующие есть, и прозрачных несколько. Кистью помогаю разровняться гелю. Переворачиваем руку ладонью вверх и отправляем в лампу. Если нас все устраивает. Этот гель быстро и легко выравнивается. Выбрала она три оттенка гель-лаков из палитры Born Pretty. Черный с голографическими блестками, черный и голографические блестки. На мизинце указательном и большом, черный с голографическими блестками. Наношу сначала тонкий слой. Прокрашиваю кутикулы тонкой кистью. И чтобы сократить время, мы с ней нанесем гель-лак здесь, выравнивающим слоем. Второй слой в две капли. Сначала тонкий промазывающий, мы его не сушили. А потом я взяла каплю побольше. Нанесли. Просушили минуту, гель-лак просох. Я потом смотрела, не скукожился. Нет, не скукожился. Гель-лаки Born Pretty мне нравятся. Они удобные в нанесении. Это просто черный. Наношу его в два слоя. Каждый слой сушу по минуте. Первый слой не подвожу близко к кутикуле и боковым валиком. Просушиваю. А перед нанесением второго слоя отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой. Прокрашиваю кистью из флакона. И уже беру тонкую кисть и тонкой кистью прокрашиваю у кутикулы и боковых валиков. Стараюсь делать это аккуратно. Настолько, насколько у меня получается. И еще раз разравниваю кистью из флакона. Просушили. На средний наношу голографические блестки в два слоя. В прозрачной основе голографические блестки. На указательный и большой мы уже нанесли. Не стала показывать, потому что оттенок тот же, что и на мизинце. Перекрываю топом без липкого слоя. И на указательных у нас будет дизайн, стемпинг, разные рисунки с разных пластин. На этой руке у нас змейка, а на второй руке цветы. Перекрываю сначала жидкой базой. Просушиваем, а уже потом перекрываю топом без липкого слоя. Ну и все. Наш маникюр готов. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Понравилось, не понравилось. Нам остается нанести масло и наш маникюр готов. Всем спасибо за просмотр и пока.